Новости культуры. Правительство определило список приоритетных тем государственной поддержки кино в России в 2023 году. Если некоторые пункты выглядят относительно нейтрально, то многие показались комментаторам весьма тенденциозными. Арсений Гончуков. Минкультура назвала приоритетные темы поддержки кинопроизводства в 2023 году. Противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма. Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции. Неоколониальная политика стран англосаксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира. Предвкушаю, как я буду ржать в кинозале. Константин Эггерт. Колониальная политика англосаксов, значит, прямо по следам фюрера. Он тоже заказывал кино про страдания буров и героического президента Пауля Крюгера. Почему я так разозлился сегодня? Помимо прочего, Министерство культуры Российской Федерации предложило кинематографистам следующие темы. Деградация Европы. Единение народа и армии. Героизм на СВО. А также специально для черных комедий без хэппи-энда Россия – современное, стабильное и безопасное государство. Евгений Куземин. То есть будет все, как и прежде, и везде у нас. Развивать будем не искусство, вкусы и таланты, а идеологию и политическую лояльность. А теперь еще обеливать военные преступления. Роль кино и искусства вообще для нынешнего государства неизменно со времен СССР. Искусство в глазах госчиновников – танцовщица в кабаке. Швырнул ей денег и диктует, на какую высоту ноги задирать. Водка и Мельдоний. Правым западным баранам будут втюхивать про деградацию Европы, а левым – про борьбу с колонизацией и белым превосходством. Олег Воскобойников. И ведь это все – не только злая воля кремлевских горцев или депутатов. Русской культуре не занимать нарциссизма. Найдутся таланты для распила бюджета. Но найдется и зритель, многомиллионный, нуждающийся в самоуспокоении. Потому что если задаваться Достоевскими вопросами и следить за вражьей прессой, кукуха едет. У меня вот едет. На то и дарован нам небесами первый канал, чтобы можно было дальше жить. Иван Филиппов. Не могу пока понять, что именно меня расстраивает в этой новости больше всего. Наверное, не список тем, чего еще можно ожидать от Министерства страны, ведущей агрессивную войну, как не требование военные преступления выдавать зарадные подвиги и стимулировать приток пушечного мяса на фронт. С этим понятно, это не вызывает удивления вообще. А вот что правда расстраивает, так это мысль о том, как много знакомых мне людей из индустрии возьмет деньги и сделает. Потому что денег, вне всяких сомнений, будет много. Полную версию подкаста «Цитаты свободы» слушайте на нашем канале. Ставьте лайк и подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok